Приветствую всех на канале Есть-Поесть! Казалось бы, сезон заготовок на зиму давно позади, но не тут-то было, у меня он еще продолжается. Сегодня покажу, как я делаю сгущенную виноградную массу без сахара. По сути, это пекмес, очень витаминный и полезный продукт, который также используется в кулинарии. О его пользе и применении смотрите информацию в интернете, в конце ролика расскажу, куда лично я его добавляю. Никакого списка ингредиентов не существует, так как нам понадобится только виноград. Итак, беру 2,5 килограмма винограда, очищенного от веточек и помытого. Помну его картофелемялкой. Стоит отметить, что густота и вкус конечного продукта зависит от винограда, который вы берете, ну и от того, насколько вы его уварите. Я беру самый обычный, дешевый черный виноград с косточками. При этом он обладает кисло-сладким вкусом и насыщенным виноградным ароматом. Отправляю массу на плиту и после закипания варю 15 минут. Посмотрите, через отведенное время все отделилось как надо. Отдельно сок, кожица, косточки и мякоть. Далее всю массу прямо в горячем виде нужно пропустить через сито. Подобным образом мы с вами делали виноградный конфитюр. Ссылку на рецепт вы сейчас видите в правом верхнем углу. Но есть существенное отличие. В данном случае я не перетираю массу до сухого жмыха, а просто отжимаю, так как на данном этапе мне не нужна густота, а что-то больше похожее на сок. А из этих остатков можно приготовить великолепный компот. Получившуюся жидкость опять отправляю на плиту, довожу до кипения и буду выпаривать. Разумеется, это лучше делать в кастрюле с большим диаметром. При таком умеренном кипении масса у меня обычно уваривается минут 45-50. Но опять же повторюсь, это зависит от многих факторов, поэтому контролируйте ситуацию. Массу нужно периодически помешивать, так как она может пригореть, особенно когда станет чуть гуще. Я увариваю до достаточно густого состояния, у меня в конце варки масса вообще начинает плеваться, тогда я просто уменьшаю огонь. Но по желанию можно долго не уваривать, а остановиться на состоянии сиропа. Когда меня уже устраивает консистенция, переливаю все в баночку. Банку я предварительно на всякий случай стерилизую и просто закручиваю крышкой неплотно. Ну вот посмотрите, такой он густой, после того как остынет, станет еще гуще. А это через несколько дней. Храню я его в холодильнике. Кстати, у меня в итоге получается одна пол-литровая баночка и поэтому я ее расходую примерно за 2-3 месяца. Потом, если надо, делаю еще из замороженного винограда. Из этого концентрата я делаю морсы с добавлением сахара. Кладу в маринады для мяса по 1-2 чайные ложки, в соусы для мяса и в заправки для салатов по пол чайной ложечки. Ну а также подаю вместо обычного конфитюра к булочкам, вафлям, оладьям или блинам. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и напишите в комментариях, присутствует ли в вашем рационе пекмес и делайте ли вы его самостоятельно. Смотрите и другие рецепты на канале Есть-Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.